МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Человек способен победить смертельную болезнь даже тогда, когда современная медицина оказывается бессильна". -"Врачи сказали, нет, никогда, и ты никогда не встаешь на ноги, ты всегда будешь в коляске". Последние открытия ученых доказали, в тот момент, когда один шаг отделяет человека от смерти, в его организме включаются резервные силы, дающие исцеление. -"Вера в себя и понимание, что ты не один, ты являешься частью вот этого глубинного и огромного космоса". -"Человек способен творить чудеса. Этот невероятный факт сегодня признают ученые всего мира. В каждом из нас скрыты сверхвозможности, которые мы можем разбудить, тренируя свой мозг и свое сознание. Исследователи убеждены, что каждый из нас может стать телепатом, познать искусство левитации, но самое главное, человек способен на чудесное исцеление даже от смертельных болезней. Новость, перевернувшая традиционную медицину. Силы человеческого духа и желание жить победят любой недуг. 1962 год. 15-летний циркач Валентин Тикуль впервые исполняет на арене сложный акробатический номер. Все идет хорошо, зрители, затаив дыхание, смотрят под купол цирка, где умело жонглирует молодой человек. Но внезапно циркач срывается с огромной высоты. Было падение 13-метровой высоты, то есть лопнул стамбер, на котором была подвешена вся аппаратура, и я вместе с аппаратурой упал вниз. Врачи вынесли мне приговор навсегда, коляска, и ходить я никогда не буду. Серьезная черепно-мозговая травма, 10 переломов. Врачи не давали Валентину ни одного шанса на выздоровление. Казалось, что оставшуюся часть жизни молодой человек будет прикован к инвалидной коляске. Поэтому ей тяжело, так она намного легче ходит. Озарение произошло сразу, когда я открыл глаза, я сказал, я буду ходить и вернусь еще в цель. Хотя бы это было сумасшествие, это слова, и врачи сказали, нет, никогда, и ты никогда не встаешь на ноги, ты всегда будешь в коляске. Однако Валентин верил только себе, даже когда врачи откровенно крутили пальцем у виска. Как можно заставить мышцы двигаться, если позвоночник сломан? Но Дикуль еще не знал как, но уже был уверен, его ноги начнут двигаться. Учитывая, что я был молодой, плюс цирковой, к тому еще и детдомовец, не верил ничему, и говорил, что нет, я через месяц-два пойду. Два года и семь месяцев это я сделал первый шаг, а вообще, я говорю, такой нормальный шаг я пять лет спустя сделал после травмы. И еще два года я отдал для того, чтобы восстановиться, чтобы вернуться опять в цирк. После тяжелейшей травмы Валентин Дикуль совершил невозможное. Он не только заново научился ходить, но снова вышел на арену цирка. Все, кто знал Дикуля, говорили только одно – произошло чудо. Но каких невероятных усилий стоило ему это чудесное исцеление? И какие загадочные силы помогают смертельно больным и обреченным людям вновь обрести жизнь и здоровье? Самое главное – это сила воли самого пациента и стремление. И он, понимаете, есть пациенты, которые привозят их, они ложатся. И делайте, что хотите, я несчастный человек, я несчастный, потерял все, что имел, и вот лечите меня, я хочу ходить. Конечно, когда с таким настроем приезжает пациент или его привозят, мы ничего не сделаем. Ближе палочки будет потом понемножку учить, чтобы ближе палочки. Садись, 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 садись. Умничка. Давай, давай, давай. Давай. Садись. Давай, давай, давай. Вот умничка. И вот отрабатывает вот таким образом, пока не начинает сама она садиться с таким образом. Это вес ей помогает. Для тех, кто потерял надежду на исцеление, Дикуль словно доказательство жизни и чуда, которое, уверен Валентин Иванович, каждый совершает для себя сам. Он разработал уникальную программу восстановления, которая на протяжении многих десятилетий спасает людей. Лежа, потом сидя, потом только переводим стоя этих пациентов. Дикуль приучает прикованных к коляске людей управлять конечностями за счет тех групп мышц, которые не повреждены. Но самое главное, он заставляет людей верить, что они способны совершить невозможное. Она при... У нее произошло несчастье, да. Разбилось, да. На машине? В больнице. Вот нет, подсказать, ну, ну, пару. Ага, помню, да. Вот сейчас ты попробуешь идти, да, опять? Да, так вот. Вот из того, что я говорю, вот вы видите, это человек, который настолько силы воли имеет, это человек, который получил сложнейшую травму. И врачи все сказали, что ходить она никогда не будет. И вот вы видите, как она делает вот эти, ну, не первые шаги, но вот именно вот так сейчас она будет пройдется. Это действительно, если вот с медицинской точки зрения, это действительно чудо. Вот то, что она ходит сейчас так даже. Ученые не сомневаются, чаще всего слепая вера пациентов в чудо может стать решающим фактором, когда счет жизни идет на дни или минуты. Мало кто знает, что в нашем мозге находятся миллионы вольт энергии. И в момент болезни этот запас активизируется, чтобы дать организму силы для борьбы. Я молодой у нас, Аруберт. Я думаю, то, что те же самые йоги, тантрики достигали с помощью духовной практики, полностью концентрируя все свои усилия на самореализации. Вот, можно достигнуть с помощью вот такого нехитрого способа. Вот, очень экстремального может не получиться, и, как говорится, ну, вот так вот как-то, как-то это именно так и работает. Наверное, просто человеку обычному, в обычном состоянии, это не нужно. Но откуда берется эта спасительная энергетика? В поисках ответа на этот вопрос ученые пришли к невероятному выводу. Оказывается, наш мозг – это уникальный канал связи с глобальным информационным болем. Он автономен от всех других систем организма. Но вместе с этим он может управлять нашим телом. Но кто тогда управляет мозгом? И кто решает, открыть ли нам доступ к жизненной силе Вселенной? Совсем недавно российские исследователи провели уникальный эксперимент, в котором приняли участие люди со смертельными диагнозами. Ученые предлагали обреченным пациентам принимать препараты, которые, по их словам, могли продлить жизнь. Главным условием эксперимента стало то, что ни больные, ни врачи не знали, что под видом чудо-таблетки предлагались обычные витамины. Поэтому смертельно больные люди искренне верили, что эти препараты могут их спасти. Я сказал, что это лекарственная форма, которая является фармакологически индиверенной. Там тальк, прессованный, но внешне она полностью имитирует те препараты, которые больные принимают. Это может быть таблетка, это может быть капсула, это может быть драже. В ходе эксперимента ученые сделали ставку на загадочный эффект плацебо. И это сработало. По сути, плацебо – это пустышка, обман, завернутый в таблетку. Но результаты этого обмана ошеломляют. Уверенность, что препарат обязательно поможет, заставляет сначала мозг, а затем и весь организм человека бороться со смертельной болезнью и побеждать ее. Я думаю, что все-таки сочетание вот этих внутренних механизмов, я не знаю, каких, саморегуляций и коллективных ресурсов, которые можно назвать богом, коллективным бессознательным или энергоинформационным полем, как угодно. Но то, что эта взаимосвязь присутствует, то, что помощь эту можно получить, это 100%. И вопрос только в том, насколько у человека есть потребность в этом. У него же есть всегда выбор – принять таблетку или сесть, помедитировать. Обычно выбирать первое. Поэтому кажется, что чудо. На самом деле, что это, я не знаю. Но это сочетание вот этой внутренней работы и соединения вот этого внутреннего и внешнего. Невероятно. Но в результате внушения мозг пациента начинает выработку эндорфинов – гормонов счастья, которые частично заменяют действия препарата. Таким образом, человек начинает верить в то, что он уже здоров, и происходит чудо. Это можно проверить и по электрокардиограмме, и по другим вещам, и по объективной регистрации сна, и так далее, и так далее. Это говорит о том, какое огромное значение имеет психика человека и его установка, его внушение, которое он имел и к которому он поверил. Первым в советской медицине эффектом плацебо заинтересовался известный ученый – психофармаколог Изяслав Лапин. Чтобы понять, как работает механизм плацебо, Лапин поставил уникальный эксперимент. Накануне Олимпиады в Москве ученый работал консультантом-психотерапевтом сборных по легкой атлетике и плаванию. Однажды руководство советской сборной дало Лапину задание. На ближайшем чемпионате спортсмены должны побить все мировые рекорды. И тогда Лапин решил, что с помощью таблеток плацебо он сможет запрограммировать мозг спортсменов на победу. Это явление знали очень давно и им пользовались. Такой вопрос, как его называли. Слово плацебо, может, не называли. Но всегда имелся какой-то контроль, чтобы проверить, действительно ли имеет значение действие этого лекарства, его химического состава. Или это врач, особенно врач, который имеет у вас авторитет. Ученый создал и раздал спортсменам белые дрожжи под названием КОС-3. Расшифровывалось оно как комплексный витаминный препарат с гармонизирующим действием на центральную нервную систему. Спортсмены принимали этот препарат несколько недель. При этом режим тренировок и отдыха оставался прежним. Результаты были ошеломительными. Из 19 спортсменов 16 стали чемпионами. После успеха с олимпийцами Лапин стал внедрять плацебо в работу со смертельно больными пациентами. Тогда Лапин выяснил, что не на всех плацебо действует одинаково. Эффект работает только с теми, кто верит в исцеление. В очень многих случаях, и это не 30% как плацебо, а намного больше, эффект, да или нет, хорошее действие, неплохое, определяется не хорошим механизмом действия препарата, потому что он действует в те точки мозга, на те процессы мозга и так далее, а определяется ожиданием человека, его отношением к этому. Однако не на всех плацебо действует одинаково. Людей, достигающих при помощи пустышек наибольших результатов, называют плацебо реакторами. Влияние мозга на организм у всех разное. Чем это объяснить? Почему одним достаточно веры в чудесное действие препарата, а других даже операция не может спасти? Как можно помочь мозгу развить функции самовоздоровления? Оказалось, цвет лекарства непостижимым образом влияет на то, как человек его воспринимает. Лапин опытным путем выяснил, что лекарства, оказывающие успокаивающий эффект, должны быть нежно-голубого или салатового цвета, а снотворные вообще лучше делать темно-синими. Принимали плацебо одинаковое. Под каким названием, кодом, это другой вопрос. Тоже под одинаковым. Но разного цвета. Значит, это был оранжевый и красный, нежно-голубой и коричневый и так далее. И оказалось, что от цвета зависит эффективность плацебо. Насколько психологический фактор воздействия цвета имеет, значит, и для плацебо-эффекта. Эффект плацебо известен человечеству давно. Еще в IV веке до н.э. начали использовать в качестве лекарственного средства рок-носорога. Он считается самым дорогим лекарством в истории медицины. Тысячелетия спустя, во времена расцвета его популярности, одна доза стоила сотни долларов. Тем не менее, его покупали, потому что высокая цена ассоциировалась с огромной пользой. И до сих пор люди платят немыслимые деньги за биодобавки и дорогостоящие процедуры, порой не задумываясь о механизме их действия. Исследования эффекта плацебо привели ученых к удивительному выводу. Наш организм, как компьютер, может настраиваться на ту или иную программу в зависимости от того, во что мы поверили. Однако, уверены ученые, при неправильном настрое плацебо может погубить пациента. В начале 90-х годов группа исследователей из Праги провела эксперимент. Они начали давать плацебо-препараты группе абсолютно здоровых испытуемых. Результат оказался совершенно неожиданным. После трех месяцев приема этой безобидной пустышки все участники эксперимента попали в страшную психотропную зависимость. Когда отняли его, все признаки, которые бывают при алкогольном, алкогольном синдроме, обстинентном, который был при морфинном, героином и так далее, и так далее, это была пустышка, а ее прекратили принимать после трех месяцев. И были нарушения сна, и изменения давления, и кожные разные всякие осложнения. Этот жестокий эксперимент еще раз доказал, не сама таблетка-пустышка, а именно настрой пациента и его вера в то, что она имеет сильное действие, сформировали страшную зависимость. То есть этим, да, этот эффект плацебо может вызывать сам тот же самый целитель, биоэнергетерапевт, там, ты поверил в него, вот у тебя и пошли процессы. Или же, ну, та же самая таблетка, которую ты принимаешь, а это просто кусок крахмала. Не таблетка-пустышка, а именно мозг исцеляет человека. Связанный напрямую с огромным энергетическим полем Вселенной, он как мощный операционный центр управляет всеми процессами в теле. Научившись правильно его настраивать, мы вообще перестанем болеть. Но самое главное, натренировав собственный мозг, человек без всяких лекарств сможет замедлять процессы старения и даже сможет заставить свой организм не умирать никогда. Знаю, что точно жить дольше можно, и особенно если придерживаться определенных правил работы с тонким телом, а если еще в сочетании с тонким человек работает еще и с физическим телом, особенно по различным йоговским технологиям, то это 100% даст продолжение длительности жизни, улучшит качество жизни, и точно эта жизнь будет без болезней. А последние исследования доказывают, что вера человека способна победить даже рак. Это невероятно, ведь раковые клетки бессмертны и погибают только вместе с организмом. Однако пример Сони Пятницы поразил даже врачей. Сила характера этой маленькой девочки заставила отступить смертельную болезнь. Несколько лет назад интернет взорвало видео выступления больной лейкозом Сони Пятницы и Дианы Арбениной. Маленькая Соня тяжело переносила трансплантацию. В какой-то момент врачи поняли, чтобы ребенок не умер, ему срочно нужно придумать очень важную взрослую причину, чтобы жить. Мама призналась, что ее дочь любит песни Дианы Арбениной. Тогда врачи решили отправить малышку на концерт певицы. Арбенина вытащила Соню на сцену и спела с ней дуэтом. Удивительно, но уже на следующее утро после выступления Соня начала улыбаться. А через неделю, увидев результаты ее анализов, врачи сказали только одно. Произошло чудо. Организм девочки стал активнее бороться с болезнью, а значит, у Сони появился шанс на жизнь. Сегодня даже официальная медицина вынуждена признать, что чудесное исцеление – это факт. Недавние исследования привели ученых к невероятным выводам. Оказывается, больной человек окружен необъяснимой аурой или энергетической оболочкой. Это сверхтонкое излучение очень сложно зафиксировать, чтобы подробнее изучить этот феномен, ученые собрали группу добровольцев, людей с обычными заболеваниями и со смертельными диагнозами. Результаты эксперимента поразили ученых. Оказалось, что у смертельно больных людей энергетика, которая их окружает, в несколько раз сильнее. Если человек начинает болеть какими-то серьезными заболеваниями, ему это зачем-то нужно. В онкологических больных очень часто происходит такой, как бы психологический катарсис, когда они очень сильно меняются. И вот тогда у них тормозится, прекращаются любые вот эти вот онкологические реакции. Если человек принимает решение жить, его тонкое тело меняет свою форму. Невероятно. Но если пациент верит в собственное исцеление, то защитная оболочка становится прочнее. В ходе экспериментов ученым удалось выяснить, что сильнее всего укрепляет веру человека в чудо. Это молитва. Ну, я верила до последнего и верю сейчас до конца, что моя девочка выживет. С их маленькой дочерью произошло чудо, уверены родители Вероники. Ведь их малышка родилась с острой степенью лейкемии. Сразу после рождения девочка несколько дней провела в реанимации. Дочечка Вероника родилась 15 июля 2011 года. Мы были очень тяжелые, мы были на кислороде. Легких у нас по снимкам практически не было. Когда мне говорили, мне говорили постоянно, что мой ребеночек может погибнуть. Но я верила. Организм малышки угасал на глазах. Ее родители жили как в аду, а не боялись, что девочку постигнет участь старшего брата. Ведь от этой страшной болезни в семье уже умер один ребенок. Два года назад, в 2009 году, у нас с мужем родился второй ребенок, мальчик, сын Дмитрий. И через два месяца, девять дней мы его потеряли, потому что обнаружился первичный иммунодефицит. К сожалению, врачи не смогли поставить точный диагноз и спасти нашего ребенка. И, к сожалению, также нам не сказали, чтобы мы обратились к генетикам. Мы сделали все, что нам говорили врачи. Мы проверялись на все инфекции, чтобы завести следующего ребеночка. Все, что нам сказали, мы все сделали, кроме генетиков. И, к сожалению, беременность была другая, все было хорошо, но, к сожалению, ребеночек у нас родился тоже больной. Веронике срочно провели химиотерапию, но болезнь не отступала. На спасение девочки оставались считанные дни. Тогда врачи решили пойти на крайнюю меру – трансплантацию костного мозга. Трансплантация сама у нас происходила в течение пяти минут. Нам сразу же в катетер ввели стволовые клетки. Но потом был период очень тяжелый, когда, правда, я думала, что я ее потеряю. Однако после пересадки мозга малышке стало только хуже. Клетки донора поражали слизистые легкие, убивали сердце. Врачи предупредили родителей, что готовиться нужно к самому худшему. Вероника умирала. Были моменты, когда падала ситуация до такой степени, что просто могло остановиться дыхание. В это же время в Москву привезли пояс Богородицы. И Алла была абсолютно уверена – если кусочек пояса попадет в кроватку малышки, она обязательно выздоровеет. Она добилась того, чтобы прорваться через многокилометровую очередь и приложиться к поясу. И тогда произошло чудо. В эту же ночь малышке стало лучше, температура спала. А через неделю, когда были сделаны анализы, врачи произнесли только одно. Произошло чудо. Организм Вероники принял донорские клетки, и малышка выжила. Получается, что энергия, которую отдает человек во время молитвы, необъяснимым образом возвращается к нему, давая новые силы для борьбы. Для Вероники такие силы вымолила ее мама. Но откуда появляется эта спасительная энергия? Ученые доказали, что Вселенная имеет всеобщее энергополе, которым связаны все люди. Нашему организму и мозгу постоянно нужна подзарядка. По мнению исследователей, именно во время молитвы устанавливается тот самый контакт с сетью, и человек начинает набирать энергию. Поэтому то, что молитва работает, и работает очень сильно, и в этом вообще сомнений никаких нет. Еще, мне кажется, неважно, какая религиозная конфессия, главное – настрой. Вот здесь вот, на груди, если, как говорится, сердце открытое, то результат будет хороший. И в данном случае молитва является отличным инструментом для того, чтобы восстановить эту коммуникацию с высшими силами, восстановить эту коммуникацию с этим глубинным «я», с сущностью. Происхождение этой энергии пока до конца не ясно. Известно только ее мощное воздействие на наш мозг, которое недавно доказали исследователи. В ходе эксперимента на голову пациента прикрепили датчики, которые фиксировали изменение активности головного мозга. Результаты поразили ученых. Оказалось, что во время молитвы человек впадает в состояние транса. Происходит полное отключение электрической активности коры головного мозга, и он как бы забывает, что болен. Именно такое состояние дает невероятный эффект исцеления. Трудно представить, что недавно эта жизнерадостная женщина хотела совершить самоубийство. Много лет Людмилу мучили сильные головные боли, избавиться от которых было невозможно. И 4 года назад Людмила была похожа на живой труп. Мигрень стала такой сильной и такой непереносимой. Вот половина головы болит, скажем, 3 дня болит. Начинает утихать как бы, но начинает болеть вторая половина. То есть это утихает, начинается во вторую. В общем, почти беспрерывно. Не хотелось одеваться, не хотелось никуда ходить. На третий этаж подняться без передышки на втором я не могла. И как-то все почти было неинтересно. Это самое главное. Как-то такой какой-то вот тупик был. Людмила инвалид с детства. Во время родов малышка получила травму, сместились позвонки и защемленный нерв не давал кислороду свободно проникать в мозг. Самые сильные психотропные вещества были бессильны. Логи, они всегда делали лицо такое с сожалением, но не лечим. Да, да. Было сказано четко абсолютно. Я и литературу всю, какая была, о головных болях прочитала. И я точно знала, что это неизлечимо. Тогда Людмила попала на прием к биоэнерготерапевту Илье Дунаевскому. Это будет последнее лечение, решила Людмила. Если оно не поможет, уйдет из жизни. Ну, она пришла ко мне в таком немного удручающем состоянии. У ней практически всю жизнь были мигренозные боли. И психологически она уже понимала, что, насколько я помню, что ей, в общем-то, по большому счету жить незачем. Для исцеления Людмилы Дунаевский применил уникальную методику. Он работал не только с ее психикой, но и с энергетическими полями, которые окружают каждого человека. По грубому телу мы все знаем, как пользоваться, знаем, как ходить, знаем, что делать руками. А тонким телом никто не пользуется. И вот ключевой момент – это научить человека пользоваться этим тонким телом. Итак, сначала мы посмотрим энергетическое поле. Если я вот так вот сажусь, полумертвая, на стул, он заходит сзади, и вот по таким вот движениям вот это мое все, что там было, снялось как пленка какая-то. Пленка или какой-то кокон, не знаю, как правильно объяснить. Случай с Людмилой уникальный, но не единственный. В природе самый сильный инстинкт – это инстинкт жизни. Животное чувство – генетическая программа, которая заложена в каждом живом существе, начиная от растений и животных до человека. У животных этот инстинкт в несколько раз сильнее, чем у людей. Человек чаще сдается, не выдерживает ограниченности жизни после тяжелых травм и страшных трагедий. Но иногда люди поражают своей борьбой за жизнь. В здоровье появился интерес к жизни, он вернулся. И стало понятно, что каждый день интересен, каждый день что-то происходит. Сегодня произошло что-то, а завтра может быть еще лучше. Исследователи уверены, что каждого человека связывается вселенной невидимые нити. Именно эта связь всех землян может объяснить феномен телепатии, левитации и других чудес. И если научиться подключаться к этой всеобщей сети, можно совсем перестать болеть. Но что за процессы запускаются в организме, и почему наш мозг творит чудеса с нашим организмом? Чтобы понять это, ученые проводили поистине чудовищные эксперименты, которые перевернули всю современную науку. Больше всех в издевательствах над человеком преуспел Филипп Зимбардо. Зимой 1971 года в одной из газет штата Калифорния он написал одно необычное объявление. Для участия в двухнедельном эксперименте приглашались психически и физически здоровые мужчины 25-30 лет. Суть эксперимента не объяснялась. На объявление откликнулись 75 добровольцев. Думается, если бы эти люди знали заранее, что их ожидает, они постарались бы держаться подальше от исследования, которое решил провести 38-летний профессор кафедры психологии Стэнфордского университета Филипп Зимбардо. Они, в принципе, находились в изолированном помещении. Это был подвал, который был сделан как тюрьма. Там был карцер, отдельное помещение, куда закрывали тех, кто плохо себя вел. Там были камеры и так далее. У них даже были цепи на ногах. Участников разделили на две группы. Одна играла роль надзирателей, вторая заключенных. Всего за пару дней обе группы так вжились в предложенные роли, что забыли об эксперименте. Надзиратели в жизни милейшие люди с удовольствием издевались над заключенными, а заключенные, в свою очередь, покорно сносили незаслуженные унижения, даже не пытаясь им противостоять. И там есть очень показательные вещи, когда один из испытуемых, который играл роль охранника, он с дрожащим голосом говорил, ну вот я хороший парень, вот я же знал всегда про себя, что я вообще хороший, добрый, замечательный парень, и я вот это делал. Я обижал, унижал, оскорблял и так далее. И было видно, что для человека стало шоком то, что он знал про себя. Именно вот это было основное психологическое последствие. Общество буквально взорвалось от результатов эксперимента, расколовшись на сторонников и противников Зимбарда. Одни называли его шарлатаном, изощренным фашистом и циником, другие тонким исследователем, инженером человеческой агрессии. На самом деле, именно эти эксперименты можно считать как наиболее влияющими на психику человека, потому что после проведения этих экспериментов, после широкого их опубликования и обсуждения научной общественностью, они были запрещены. Не в том смысле, что было запрещено обсуждать результаты этих экспериментов, а было запрещено повторять эти эксперименты и в принципе проводить эксперименты, которые были бы похожи по методологии. Потому что влияние, которое они оказали на человека, оказалось достаточно серьезным. Однако главный результат эксперимента был в сенсационном открытии, к которому пришли ученые. Человек внушаем, в том числе он внушаем на чудовищную жестокость и животную покорность перед силой. Оказывается, под воздействием наш мозг может сформировать новые привычки и черты характера. Запустить программу на уничтожение организма или наоборот заставить его победить даже неизвестную науке болезни. Мы все очень связаны. Если мы будем знать, что все наши мысли, поступки, действия во многом обуславливают все процессы, которые происходят генерально, глобально во Вселенной, то я думаю, что это даст нам все инструменты, с помощью которых мы можем взять ответственность на себя, почувствовать себя сильными, почувствовать себя людьми, которые могут быть здоровыми и счастливыми. И для этого, в принципе, по большому счету, ничего не надо. Просто вера в себя и понимание, что ты не один. Ты являешься частью вот этого глубинного и огромного космоса. Невероятно, но ученые пришли к выводу, что человек способен бороться не только с известными заболеваниями, но и с теми, которые медицины еще не изучены. Дело в том, что у нашего организма есть уникальная особенность. Мы, словно ходячие флешки, являемся носителями той или иной информации. Она записана в нас в виде генной цепочки, такой условной очередности букв и цифр. Это хромосомы, последовательность ДНК в них, гены. Существуют закономерности, как эти хромосомы устроены, как они упакованы. Вот длина всех хромосом человека, это в каждой клеточке они все находятся, около двух метров. Они упакованы в ядро очень-очень компактно, и при этом все это работает и бывает доступным для разных ферментов. Именно эта информация определяет, какого цвета будут волосы у ребенка, что он будет любить на завтрак и как реагировать на жестокость. Будут ли у человека врожденные заболевания, и как организм будет переносить ту или иную болезнь. Однако мало кто знает, что у ДНК есть одна удивительная особенность. В ней уже заложена информация о том, сможет ли человек бороться с неизвестными науке вирусами и болезнями. Для этого нужно только научиться активизировать нужную зону ДНК. Вот только обнаружить ее ученые пока не могут. Будущая медицина, она целиком будет базироваться на фундаментальном знании, как работают гены, как работают клетки. Некоторые исследователи предполагают, что пока человек не обнаружит эту загадочную зону ДНК, мы не сможем отвечать на вирусные атаки, которые человек испытывает на себе постоянно. Ведь ежегодно в мире появляются сотни неизвестных ранее вирусов и бактерий, перед которыми человечество пока бессильно. Бактерии окружают человека на протяжении всей жизни. Они формируют микрофлору вокруг и внутри нас. Без них человек окажется в иммунном вакууме и погибнет. Однако именно они являются причиной большинства заболеваний. Причем их виды постоянно меняются. Еще 50 лет назад человечество не знало птичьего гриппа, а лихорадка Эбола была пустым звуком. Однако Новый век принес бактериологам новые проблемы. Ученые буквально оказались под вирусной атакой. В 1998 год. В бывшей Союзной Республике Таджикистан произошла крупнейшая за последние десятилетия вспышка брюшного тифа. К тому времени ученые были уверены, что брюшной тиф побежден. Однако сотни людей умирали на руках у медиков, которые не знали, как им помочь. 24 тысячи человек погибло. Такой вспышки человечество не знало со времен Средневековья. И произошла она потому, что в республике оказались очень вирулентные, то есть очень опасные штаммы инфекции, которые очень легко передавались от человека к человеку и в условиях нарушения хлорирования воды, в условиях других грубых нарушений, возникли такие распространения заболеваний, которые характеризовались значительным количеством смертельных случаев. В смертельных случаях. Тысячи ученых со всего мира бросились на создание новой вакцины против тифа. Были созданы беспрецедентные карантинные меры. Несколько месяцев жители Таджикистана вообще не имели права покидать страну. Пока, наконец, в лаборатории Апарина не была создана новая вакцина против тифа. Эпидемию удалось остановить. Но каковы же были ее причины? Откуда взялись эти неизвестные и очень опасные штаммы? Уж не из самих ли лабораторий произошла утечка бактерий? Создаются специальные коллекции микроорганизмов, которые выделяют из штаммов возбудителей. Вот, скажем, мой коллега профессор Шемякин создал коллекцию новой туберкулезных бактерий. Туберкулез по-прежнему остается чумой для человечества. Наиболее известные его формы ученые научились побеждать. Но что нас ожидает, если к людям попадут новые лабораторные виды? Массовое и порой бесконтрольное применение антибиотиков привело к тому, что окружающие нас бактерии приспособились к распространению в этих условиях. Именно здесь в лаборатории Апарина производят новые вакцины. Совсем недавно ученый изобрел уникальную, единственную в мире прививку против дизентерии. За нее Апарину дали множество мировых наград. Однако мало кто знает, каким способом обычно проверяется эффективность вакцины. Знаем ли мы, на ком проводят испытания? Испытания на когортах, то есть на многочисленных контингентах вакцинированных, проводятся так называемый эпидопыт, когда просто население одного небольшого городка вакцинируется и смотрится заболеваемость среди вакцинированных и не вакцинированных, и оценивается эффективность препарата. Тысячи людей в среднем Поволжье не знали, что их здоровье вовлечено в серьезный эксперимент. Половине из них сделали новую вакцину, и второй половине – обычную пустышку, другой препарат своего рода плацепо. По тому, как эффективен препарат, статистически уже оценивалось, регистрируется дизентерия вакцинированных людей или не регистрируется. Вот среди вакцинированных лиц многотысячного контингента был зарегистрирован один случай только дизентерии. В то время как те вакцинированные, которые получали плацепо, другую вакцину, не кишечную, среди них заболеваемость была существенно выше. Невероятно, но те пациенты, которые думали, что им вкололи новейшую вакцину от туберкулеза, не заболели. Однако о победе над вирусами говорить еще рано. Совсем недавно ученые выяснили, что бактерии могут не просто выживать в экстремальных условиях, но и под воздействием сильнейшей радиации трансформироваться в более сильные организмы. Так появилась теория о том, что вирусы и бактерии попадают на Землю из космоса с одной только целью – контролировать численность людей. Но уже сегодня ученые в шоке. Человечество постепенно вымирает. Каждое новое поколение передает своим детям все больше генетических заболеваний. Рак, диабет, ожирение, алкоголизм – список бесконечен. И генетика человека, она едином человеку очень сложно устроена. И имеется большой запас прочности. И тем не менее, мы искушаем этот запас прочности, он не беспределен. Получается, что с каждым новым поколением запас прочности нашего ДНК сокращается, и это может привести человечество на грань вымирания. Неизвестные вирусы постепенно стирают из нашей генной цепочки часть генов, образуя так называемые разрывы. Именно они являются причиной раковых заболеваний. Получается, родительские гены определяют не только внешний вид и характер ребенка, но и то, сколько лет он проживет. Генная память – вот что по-настоящему определяет нашу судьбу. Невероятно, но хромосомы, из которых состоят гены, до четвертого поколения помнят, что происходило с нашими предками. И от родителей мы ДНК никогда не получаем в голом виде. Она упакована в фромосомах, белками, в ядре, в строго определенных условиях находится. И это все содержит информативно. Это наследственная информация. И в раннем развитии, перед зачатием, когда созревают половые клетки у отца и матери, в раннем развитии, внутриутробном, когда закладываются программы развития, факторы внешней среды, стрессы очень влияют. Уникальные открытия ученых дают человечеству шанс не только выжить, но и как можно дольше оставаться молодым и здоровым. Сегодня геронтологи всего мира уверены, что мы умираем не от старости, а от болезней, которые передаются генетически или обрушиваются на нас с возрастом. А совсем недавно российские ученые выяснили, какие болезни чаще всего ускоряют старение организма. Это болезни зубов. Когда человек не может тщательно пережевывать пищу, организм теряет способность правильно ее усваивать. Со временем это может привести к необратимым последствиям. Наше тело и органы начинают стареть быстрее. Именно этот факт заставил ученых искать средства, которое способно не только лечить, но и полностью восстанавливать разрушенные костные ткани. Такой панацеей стали препараты на основе пептидных биорегуляторов. Вот эта пациентка, она пришла уже ко мне тогда, когда у нее практически большинство зубов было удалено. И удалены они были именно по той причине, что мы видим. Это снимок в начале, когда мы только начали с ней это делать. Вот она обширная, грануленая. И, в общем-то, она уже была настроена на то, что этот зуб тоже ей придется удалить. Но очень ей не хотелось, естественно, этого делать. Поэтому мы попытались этот зуб ей вылечить. И нам это удалось. Вот это ее снимок на этапе лечения, после пломбировки каналов, проведенной терапией. Это снимок в конце. Когда мы закончили, то здесь можно увидеть, что костная ткань абсолютно полностью восстановилась. И она точно такая же по структуре, как и в области рядом стоящего здорового зуба. Результаты по восстановлению костной ткани, вообще, честно говоря, потрясающие. Потому что в некоторых случаях рост был вообще такой достаточно необычный. То есть там, где, в общем-то, мы его особо и не ждали, он вдруг появился. Это касается вертикальной убыли кости. То есть когда кость уходила по вертикали, и мы видели вертикальный же и прирост костной ткани. Это достаточно сложно добиться даже при хирургических пластиках костной ткани. То есть тогда, когда мы искусственно вводим препараты, костные заменители и специальные направители, так называемые мембраны, для того, чтобы заставить кость расти вертикально вверх. Сегодня экспериментально доказано, что препараты на основе пептидных биорегуляторов способны точечно воздействовать на поврежденную ткань или орган. Невероятно, но эти лекарственные вещества действительно продлевают жизнь клетки. Именно поэтому фармакологи добавили в глазные капли лекарственные мази для спортсменов и препараты для стоматологов. И такого уникального лекарственного препарата нигде, ни в США, ни в Европе до сих пор не существует. Современные ученые уже научились строить новые генные структуры, формируя нацию будущего. Оказывается, на гены можно воздействовать определенными химическими соединениями, даже если они поступают в кровь через пищу. Еще в начале 90-х в лаборатории молекулярной вирусологии и генной инженерии был поставлен уникальный опыт. Подобрали группу мышей с определенным необычным признаком, передающимся по наследству. Была поставлена задача устранить этот признак благодаря своеобразной генетической диете. Путем кормления пищи, которая содержит СН3 группы, фолиевая кислота, витамин В12, получать потомство, которое не имеет этого внешнего признака. И в течение жизни это будет передаваться потомкам. А фокус очень простой. Метильные группы, которые содержатся в этом питании, если их не хватает в питании, метильный групп, то не метилируется нужный ген. Если он метилируется, вот там окраска такая рыжая у мышей пропадает. Признак пропадает. Однако не только химические соединения и питание влияют на нашу генную цепочку. Удивительное открытие генетиков в том, что наше настроение и образ мыслей могут как подлечивать, так и повреждать наши гены. Даже образ наших мыслей может сказываться на нашем потомстве вплоть до четвертого поколения. Правильный образ жизни – это прежде всего. Начиная от мыслей в голове хороших, кончая хорошими поступками, доброжелательно быть к людям, избегать стрессов, плохих стрессов. Получается, что мозг человека руководит не только его настоящим здоровьем и самочувствием, он даже управляет судьбой будущих потомков. Но кто руководит нашим мозгом? Вселенский разум? Высшие силы? Вот уже сотни лет врачи бьются с миллионами заболеваний. Они изобретают новые лекарства, революционные способы лечения, проводят уникальные операции. Однако природа сильнее. Но несмотря на это, каждый из нас способен совершать чудеса. И в момент, когда кажется, что надежды не осталось, задайте себе один вопрос. Ради чего жить? И он точно не останется без ответа. Вновь обрести жизнь и здоровье. Самое главное – это сила воли самого пациента и стремление. И он, понимаете, есть пациенты, которые привозят их, они ложатся. И делайте, что хотите. Я несчастный человек, я несчастный, потерял все, что имел, и вот лечите меня, я хочу ходить. Конечно, когда с таким настроем приезжает пациент, или его привозят, мы ничего не сделаем. И же палочки будет потом понемножку учить, чтобы ближе палочки. Садись, 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 садись. Умничка. Давай, давай, давай. Давай. Садись. Давай, 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 давай. Вот умничка. И вот отрабатывает вот таким образом, пока не начинает сама она садиться с таким образом. Это вес ей помогает. Для тех, кто потерял надежду на исцеление, Дикуль словно доказательство жизни и чуда, которое, уверен Валентин Иванович, каждый совершает для себя сам. Он разработал уникальную программу восстановления, которая на протяжении многих десятилетий спасает людей. Лежа, потом сидя, потом только переводим стоя этих пациентов. Дикуль приучает прикованных к коляске людей управлять конечностями за счет тех групп мышц, которые не повреждены. Но самое главное, он заставляет людей верить, что они способны совершить невозможное. У нее произошло несчастье, да? Разбилось, да. На машине? Больница. Вот сейчас ты попробуешь шить, да, опять? Вот из того, что я говорю, вы видите, это человек, который настолько силы воли имеет, это человек, который получил сложнейшую травму. И врачи все сказали, что ходить она никогда не будет. И вот вы видите, как она делает вот эти, ну, не первые шаги, но вот именно вот так сейчас она будет пройдется. Это действительно, если вот с медицинской точки зрения, это действительно чудо. Вот то, что она ходит сейчас так даже. Ученые не сомневаются, чаще всего слепая вера пациентов в чудо может стать решающим фактором, когда счет жизни идет на дни или минуты. Мало кто знает, что в нашем мозге находятся миллионы вольт энергии. И в момент болезни этот запас активизируется, чтобы дать организму силы для борьбы. Я молодой, у нас дорога. Я думаю, то, что те же самые йоги, тантрики достигали с помощью духовной практики, полностью концентрируя все свои усилия на самореализации. Вот, можно достигнуть с помощью вот такого нехитрого способа. Вот, очень экстремально, может не получиться, и, как говорится, ну вот. Любить на завтрак и как реагировать на жестокость. Будут ли у человека врожденные заболевания, и как организм будет переносить ту или иную болезнь. Однако, мало кто знает, что у ДНК есть одна удивительная особенность. В ней уже заложена информация о том, сможет ли человек бороться с неизвестными науке вирусами и болезнями. Для этого нужно только научиться активизировать нужную зону ДНК. Вот только обнаружить ее ученые пока не могут. Будущая медицина, она целиком будет базироваться на фундаментальном знании, как работают гены, как работают клетки. Некоторые исследователи предполагают, что пока человек не обнаружит эту загадочную зону ДНК, мы не сможем отвечать на вирусные атаки, которые человек испытывает на себе постоянно. Ведь ежегодно в мире появляются сотни неизвестных ранее вирусов и бактерий, перед которыми человечество пока бессильно. Бактерии окружают человека на протяжении всей жизни. Они формируют микрофлору вокруг и внутри нас. Без них человек окажется в иммунном вакууме и погибнет. Однако именно они являются причиной большинства заболеваний. Причем их виды постоянно меняются. Еще 50 лет назад человечество не знало птичьего гриппа, а лихорадка Эбола была пустым звуком. Однако Новый век принес бактериологам новые проблемы. Ученые буквально оказались под вирусной атакой. 1998 год. В бывшей Союзной Республике Таджикистан произошла крупнейшая за последние десятилетия вспышка брюшного тифа. К тому времени ученые были уверены, что брюшной тиф побежден. Однако сотни людей умирали на руках у медиков, которые не знали, как им помочь. 24 тысячи человек погибло. Такой вспышки человечество не знало со времен Средневековья. И произошла она потому, что в республике оказались очень вирулентные, то есть очень опасные штаммы инфекции, которые очень легко передавались от человека к человеку и в условиях нарушения хлорирования воды, в условиях других грубых нарушений возникли такие распространения заболеваний, которые характеризовались значительным количеством смертельных случаев. Смертельных случаев. Тысячи ученых со всего мира бросились на создание новой вакцины против тифа. Были созданы беспрецедентные карантинные меры. Несколько месяцев в виде генной цепочки, такой условной очередности букв и цифр. Ну, это хромосомы, последовательность ДНК в них, гены. Существуют закономерности, как эти хромосомы устроены, как они упакованы. Вот длина всех хромосом человека, это в каждой клеточке они все находятся, около двух метров. Они упакованы в ядро очень-очень компактно, и при этом все это работает и бывает доступным для разных ферментов. Именно эта информация определяет, какого цвета будут волосы у ребенка, что он будет любить на завтрак и как реагировать на жестокость. Будут ли у человека врожденные заболевания и как организм будет переносить ту или иную болезнь. Однако мало кто знает, что у ДНК есть одна удивительная особенность. В ней уже заложена информация о том, сможет ли человек бороться с неизвестными науке вирусами и болезнями. Для этого нужно только научиться активизировать нужную зону ДНК. Вот только обнаружить ее ученые пока не могут. Будущая медицина, она целиком будет базироваться на фундаментальном знании, как работают гены, как работают клетки. Некоторые исследователи предполагают, что пока человек не обнаружит эту загадочную зону ДНК, мы не сможем отвечать на вирусные атаки, которые человек испытывает на себе постоянно. Ведь ежегодно в мире появляются сотни неизвестных ранее вирусов и бактерий, перед которыми человечество пока бессильно. Бактерии окружают человека на протяжении всей жизни. Они формируют микрофлору вокруг и внутри нас. Без них человек окажется в иммунном вакууме и погибнет. Однако именно они являются причиной большинства заболеваний. Причем их виды постоянно меняются. Еще 50 лет назад человечество не знало птичьего гриппа, а лихорадка Эбола была пустым звуком. Однако новый век принес бактериологам новые проблемы. Ученые буквально оказались под вирусной атакой. В 1998 год в бывшей Союзной Республике Таджикистан произошла крупнейшая за последние десятилетия вспышка брюшного тифа. К тому времени ученые были уверены, что брюшной тиф побежден. Однако сотни людей умирали на руках у медиков, которые не знали, как им помочь. 24 тысячи человек погибло. Такой вспышки человечество не знало со времен Средневековья. И произошла она потому, что в республике оказались очень вирулентные, то есть... ...новые лабораторные виды. Массовое и порой бесконтрольное применение антибиотиков привело к тому, что окружающие нас бактерии приспособились к распространению в этих условиях. Именно здесь, в лаборатории Опарина, производят новые вакцины. Совсем недавно ученый изобрел уникальную, единственную в мире прививку против дизентерии. За нее Опарину дали множество мировых наград. Однако мало кто знает, каким способом обычно проверяется эффективность вакцины. Знаем ли мы, на ком проводят испытания? Испытания на когортах, то есть на многочисленных контингентах вакцинированных, проводится так называемый эпидопыт, когда просто население одного небольшого городка вакцинируется и смотрится заболеваемость среди вакцинированных и не вакцинированных, и оценивается эффективность препарата. Тысячи людей в среднем Поволжье не знали, что их здоровье вовлечено в серьезный эксперимент. Половине из них сделали новую вакцину, и второй половине – обычную пустышку. Другой препарат своего рода плацепо. По тому, как эффективен препарат, статистически уже оценивалось, регистрируется дизентерия вакцинированных людей или не регистрируется. Среди вакцинированных лиц многотысячного контингента был зарегистрирован один случай только дизентерии. В то время как те вакцинированные, которые получали плацепо, другую вакцину, не кишечную, среди них заболеваемость была существенно выше. Невероятно, но те пациенты, которые думали, что им вкололи новейшую вакцину от туберкулеза, не заболели. Однако о победе над вирусами говорить еще рано. Совсем недавно ученые выяснили, что бактерии могут не просто выживать в экстремальных условиях, но и под воздействием сильнейшей радиации трансформироваться в более сильные организмы. Так появилась теория о том, что вирусы и бактерии попадают на Землю из космоса с одной только целью – контролировать численность людей. Но уже сегодня ученые в шоке. Человечество постепенно вымирает. Каждое новое поколение передает своим детям все больше генетических заболеваний. Рак, диабет, ожирение, алкоголизм – список бесконечен. И генетика человека, она, геном человек очень сложно устроен. И органы начинают стареть быстрее. Именно этот факт заставил ученых искать средства, которые способны не только лечить, но и полностью восстанавливать разрушенные костные ткани. Такой панацеей стали препараты на основе пептидных биорегуляторов. Вот эта пациентка, она пришла уже ко мне тогда, когда у нее практически большинство зубов было удалено. И удалены они были именно по той причине, что мы видим. Это снимок вначале, когда мы только начали с ней это делать. Вот она обширная, грануленая. И, в общем-то, она уже была настроена на то, что этот зуб тоже ей придется удалить. Но очень ей не хотелось, естественно, этого делать. Поэтому мы попытались этот зуб ей вылечить. И нам это удалось. Вот это ее снимок на этапе лечения после пломбировки каналов, проведенной терапией. И это снимок в конце. Когда мы закончили, то здесь можно увидеть, что костная ткань абсолютно полностью восстановилась. И она точно такая же по структуре, как и в области рядом стоящего здорового зуба. Результаты по восстановлению костной ткани, вообще, честно говоря, потрясающие. Потому что в некоторых случаях рост был вообще такой достаточно необычный. То есть там, где, в общем-то, мы его особо и не ждали, он вдруг появился. Это касается вертикальной убыли кости. То есть когда кость уходила по вертикали, и мы видели вертикальный же и прирост костной ткани. Это достаточно сложно добиться даже при хирургических пластиках костной ткани. То есть тогда, когда мы искусственно вводим препараты, костные заменители и специальные направители, так называемые мембраны, для того, чтобы заставить кость расти вертикально вверх. Сегодня экспериментально доказано, что препараты на основе пептидных биорегуляторов способны точечно воздействовать на повреждённую ткань или орган. Невероятно, но эти лекарственные вещества действительно продлевают жизнь клетки. Именно поэтому фармакологи добавили в глазные капли лекарственные мази для спортсменов и препараты для стоматологов. И такого уникального лекарственного препарата нигде, ни в США, ни в Европе до сих пор не существует. Современные учёные уже научились строить новые генные структуры, формируя нацию будущего. Оказывается, на гены можно воздействовать определенными химическими соединениями, даже если они поступают в кровь через пищу. Ещё в начале 90-х в лаборатории молекулярной вирусологии и генной инженерии был поставлен уникальный опыт. Подобрали группу мышей с определённым необычным признаком, передающимся по наследству. Была поставлена задача устранить этот признак благодаря своеобразной генетической идее и развить функции самовоздоровления. Оказалось, цвет лекарства непостижимым образом влияет на то, как человек его воспринимает. Лапин опытным путём выяснил, что лекарства, оказывающие успокаивающий эффект, должны быть нежно-голубого или салатового цвета, а снотворные вообще лучше делать тёмно-синими. Принимали плацебо? Одинаковое. Под каким названием, кодом, это другой вопрос. Тоже под одинаковым. Но разного цвета. Значит, это был оранжевый и красный, нежно-голубой и коричневый и так далее. И оказалось, что от цвета зависит эффективность плацебо. Насколько психологический фактор воздействия цвета имеет значение и для плацебо-эффекта. Эффект плацебо известен человечеству давно. Ещё в IV веке до н.э. начали использовать в качестве лекарственного средства рок-носорога. Он считается самым дорогим лекарством в истории медицины. Тысячелетия спустя, во времена расцвета его популярности, одна доза стоила сотни долларов. Тем не менее, его покупали, потому что высокая цена ассоциировалась с огромной пользой. И до сих пор люди платят немыслимые деньги за биодобавки и дорогостоящие процедуры, порой не задумываясь о механизме их действия. Исследования эффекта плацебо привели учёных к удивительному выводу. Наш организм, как компьютер, может настраиваться на ту или иную программу, в зависимости от того, во что мы поверили. Однако, уверены учёные, при неправильном настрое плацебо может погубить пациента. В начале 90-х годов группа исследователей из Праги провела эксперимент. Они начали давать плацебо препараты группе абсолютно здоровых испытуемых. Результат оказался совершенно неожиданным. После трёх месяцев приёма этой безобидной пустышки все участники эксперимента попали в страшную психотропную зависимость. Когда отняли его, все признаки, которые бывают при алкогольном, при алкогольном синдроме абстинентном, при морфийном, героином и так далее, это была пустышка. А её прекратили принимать после трёх месяцев. И были нарушения сна, и изменения давления, и кожные разные всякие осложнения. Этот жестокий эксперимент ещё раз доказал, не сама таблетка пустышка, а именно настрой пациента и его вера в то, что она имеет сильное действие, сформировали страшную зависимость. То есть этим, да, эффект плацебо может вызывать тот же самый цель. Их виды постоянно меняются. Ещё 50 лет назад человечество не знало птичьего гриппа, а лихорадка Эбола была пустым звуком. Однако Новый век принёс бактериологам новые проблемы. Учёные буквально оказались под вирусной атакой. 1998 год. В бывшей Союзной Республике Таджикистан произошла крупнейшая за последние десятилетия вспышка брюшного тифа. К тому времени учёные были уверены, что брюшной тиф побеждён. Однако сотни людей умирали на руках у медиков, которые не знали, как им помочь. 24 тысячи человек погибло. Такой вспышки человечество не знало со времён Средневековья. И произошла она потому, что в республике оказались очень вирулентные, то есть очень опасные штаммы инфекции, которые очень легко передавались от человека к человеку. И в условиях нарушения хлорирования воды, в условиях других грубых нарушений возникли такие распространения заболеваний, которые характеризовались значительным количеством смертельных случаев. Тысячи учёных со всего мира бросились на создание новой вакцины против тифа. Были созданы беспрецедентные карантинные меры. Несколько месяцев жители Таджикистана вообще не имели права покидать страну. Пока, наконец, в лаборатории Апарина не была создана новая вакцина против тифа. Эпидемию удалось остановить. Но каковы же были её причины? Откуда взялись эти неизвестные и очень опасные штаммы? Уж не из самих ли лабораторий произошла утечка бактерий? Создаются специальные коллекции микроорганизмов, которые выделяют из штаммов возбудителей. Вот, скажем, мой коллега, профессор Шемякин, он создал коллекцию новой туберкулёзных бактерий. Туберкулёз по-прежнему остаётся чумой для человечества. Наиболее известные его формы учёные научились побеждать. Но что нас ожидает, если к людям попадут новые лабораторные виды? Массовое и порой бесконтрольное применение антибиотиков привело к тому, что окружающие нас бактерии приспособились к распространению в этих условиях. Именно здесь, в лаборатории Опарина, производят новые вакцины. Совсем недавно учёный изобрёл уникальную, единственную... Необычную. То есть там, где, в общем-то, мы его особо и не ждали, он вдруг появился. Это касается вертикальной убыли кости. То есть когда кость уходила по вертикали, и мы видели вертикальный же и прирост костной ткани. Это достаточно сложно добиться даже при хирургических пластиках костной ткани. То есть тогда, когда мы искусственно вводим препараты, костные заменители и специальные направители, так называемые мембраны, для того, чтобы заставить кость расти вертикально вверх. Сегодня экспериментально доказано, что препараты на основе пептидных биорегуляторов способны точечно воздействовать на повреждённую ткань или орган. Невероятно, но эти лекарственные вещества действительно продлевают жизнь клетки. Именно поэтому фармакологи добавили в глазные капли лекарственные мази для спортсменов и препараты для стоматологов. И такого уникального лекарственного препарата нигде, ни в США, ни в Европе до сих пор не существует. Современные учёные уже научились строить новые генные структуры, формируя нацию будущего. Оказывается, на гены можно воздействовать определёнными химическими соединениями, даже если они поступают в кровь через пищу. Ещё в начале 90-х в лаборатории молекулярной вирусологии и генной инженерии был поставлен уникальный опыт. Подобрали группу мышей с определённым необычным признаком, передающимся по наследству. Была поставлена задача устранить этот признак благодаря своеобразной генетической диете. Путём кормления пищи, которая содержит СН-3 группы, фолиевая кислота, витамин В12, получать потомство, которое не имеет этого внешнего признака. И в течение жизни это будет передаваться потомкам. А фокус очень простой. Метильные группы, которые содержатся в этом питании, если их не хватает в питании, метильных групп, то не метилируется нужный ген. Если он метилируется, вот там окраска такая рыжая у мышей пропадает, признак пропадает. Однако не только химические соединения и питание влияют на нашу генную цепочку. Удивительное открытие генетиков в том, что наше настроение и образ мыслей могут как подлечивать, так и повреждать наши гены. Даже образ наших мыслей может сказываться на нашем потомстве вплоть до четвертого поколения. Правильный образ жизни – это прежде всего. Начиная от мыслей в голове хороших, кончая хорошими поступками, доброжелательно быть к людям, избегать стрессов, плохих стрессов. Получается, что мозг человека руководит не только его настоящим здоровьем и самочувствием. И вот ключевой момент – это научить человека пользоваться этим тонким телом. Итак, сначала мы посмотрим энергетическое поле. Я вот так вот сажусь, полумертвая, на стул, он заходит сзади, и вот таким вот движением вот это мое все, что там было, снялось как пленка какая-то. Пленка или какой-то кокон, не знаю, как правильно объяснить. Случай с Людмилой уникальный, но не единственный. В природе самый сильный инстинкт – это инстинкт жизни. Животное чувство – генетическая программа, которая заложена в каждом живом существе, начиная от растений и животных до человека. У животных этот инстинкт в несколько раз сильнее, чем у людей. Человек чаще сдается, не выдерживает ограниченности жизни после тяжелых травм и страшных трагедий. Но иногда люди поражают своей борьбой за жизнь. В здоровье появился интерес к жизни, он вернулся. И стало понятно, что каждый день интересен, каждый день что-то происходит. Сегодня произошло что-то, а завтра, может быть, еще лучше. Исследователи уверены, что каждого человека связывают со Вселенной невидимые нити. Именно эта связь всех землян может объяснить феномен телепатии, левитации и других чудес. И если научиться подключаться к этой всеобщей сети, можно совсем перестать болеть. Но что за процессы запускаются в организме, и почему наш мозг творит чудеса с нашим организмом? Чтобы понять это, ученые проводили поистине чудовищные эксперименты, которые перевернули всю современную науку. Больше всех в издевательствах над человеком преуспел Филипп Зимбардо. Зимой 1971 года в одной из газет штата Калифорния он написал одно необычное объявление. Для участия в двухнедельном эксперименте приглашались психически и физически здоровые мужчины 25-30 лет. Суть эксперимента не объяснялась. На объявление откликнулись 75 добровольцев. Думается, если бы эти люди знали заранее, что их ожидает, они постарались бы держаться подальше от исследования, которое решил провести 38-летний профессор кафедры психологии Стэнфордского университета Филипп Зимбардо. Они, в принципе, находились в изолированном помещении. Это был подвал, который был сделан как тюрьма. Там был карцер, отдельное помещение, куда закрывали тех, кто плохо себя вел. Там были камеры и так далее. У них даже были цепи на ногах. Участников разделили на две группы. Одна играла роль надзирателей, вторая заключенных. Всего любить на завтрак и как реагировать на жестокость. Будут ли у человека врожденные заболевания и как организм будет переносить ту или иную болезнь. Однако мало кто знает, что у ДНК есть одна удивительная особенность. В ней уже заложена информация о том, сможет ли человек бороться с неизвестными науке вирусами и болезнями. Для этого нужно только научиться активизировать нужную зону ДНК. Вот только обнаружить ее ученые пока не могут. Будущая медицина, она целиком будет базироваться на фундаментальном знании. Как работают гены, как работают клетки. Некоторые исследователи предполагают, что пока человек не обнаружит эту загадочную зону ДНК, мы не сможем отвечать на вирусные атаки, которые человек испытывает на себе постоянно. Ведь ежегодно в мире появляются сотни неизвестных ранее вирусов и бактерий, перед которыми человечество пока бессильно. Бактерии окружают человека на протяжении всей жизни. Они формируют микрофлору вокруг и внутри нас. Без них человек окажется в иммунном вакууме и погибнет. Однако именно они являются причиной большинства заболеваний. Причем их виды постоянно меняются. Еще 50 лет назад человечество не знало птичьего гриппа, а лихорадка Эбола была пустым звуком. Однако Новый век принес бактериологам новые проблемы. Ученые буквально оказались под вирусной атакой. 1998 год. В бывшей союзной республике Таджикистан произошла крупнейшая за последние десятилетия вспышка брюшного тифа. К тому времени ученые были уверены, что брюшной тиф побежден. Однако сотни людей умирали на руках у медиков, которые не знали, как им помочь. 24 тысячи человек погибло. Такой вспышки человечество не знало со времен Средневековья. И произошла она потому, что в республике оказались очень вирулентные, то есть очень опасные штаммы инфекции, которые очень легко передавались от человека к человеку и в условиях нарушения хлорирования воды. В условиях других грубых нарушений возникли такие распространения заболеваний, которые характеризовались значительным количеством смертельных случаев. Смертельных случаев. Тысячи ученых со всего мира бросились на создание новой вакцины против тифа. Были созданы беспрецедентные карантинные меры. Несколько месяцев, но самое главное, человек способен на чудесное исцеление даже от смертельных болезней. Новость, перевернувшая традиционную медицину. Силы человеческого духа и желание жить победят любой недуг. 1962 год. 15-летний циркач Валентин Дикуль впервые исполняет на арене сложный акробатический номер. Все идет хорошо. Зрители, затаив дыхание, смотрят под купол цирка, где умело жонглирует молодой человек. Но внезапно циркач срывается с огромной высоты. Было падение 13-метровой высоты. То есть лопнул стамбер, на котором была подвешена вся аппаратура. И я вместе с аппаратурой упал вниз. Врачи вынесли мне приговор навсегда. Коляска и ходить я никогда не буду. Серьезная черепно-мозговая травма. 10 переломов. Врачи не давали Валентину ни одного шанса на выздоровление. Казалось, что оставшуюся часть жизни молодой человек будет прикован к инвалидной коляске. Поэтому ей тяжело. Так она намного легче ходит. Озарение произошло сразу, когда я открыл глаза, я сказал, я буду ходить. И вернусь еще в цель. Хотя бы это было сумасшествие, это слова, и врачи сказали, нет, никогда. И ты никогда не встаешь на ноги, ты всегда будешь в коляске. Однако Валентин верил только себе. Даже когда врачи откровенно крутили пальцем у виска. Как можно заставить мышцы двигаться, если позвоночник сломан? Но Дикуль еще не знал, как, но уже был уверен, его ноги начнут двигаться. Учитывая, что я был молодой, плюс цирковой, к тому еще и детдомовец, не верил ничему, и говорил, что нет, я через месяц-два пойду. Два года и семь месяцев это я сделал первый шаг, а вообще, я говорю, такой нормальный шаг, и я пять лет спустя сделал после травмы. И еще два года я отдал для того, чтобы восстановиться, чтобы вернуться опять в цирк. После тяжелейшей травмы Валентин Дикуль совершил невозможное. Он не только заново научился ходить, но снова вышел на арену цирка. Все, кто знал Дикуля, говорили только одно. Произошло чудо. Но каких невероятных усилий стоило ему это чудесное исцеление? И какие загадочные силы помогают смертельно больным и обреченным людям вновь обрести жизнь и здоровье? Самое главное – это сила воли самого пациента и стремление. И он, понимаете, есть пациенты, которые привозят их, они ложатся. И делайте, что хотите. Я несчастный человек. Я несчастный, потерял все, что имел. И вот лечите меня, я хочу ходить. Конечно, когда с таким настроем приезжает пациент или его привозят, мы ничего не сделаем.